Дуччо, как написано в анонсе, шеф-поваром с 5-летним стажем, работал очень много лет в Америке, более 16 лет прожил в Америке в крупнейших отелях. Затем работал 4 года в Великобритании, был шеф-поваром универмага Харвардс, крупнейшего и наиболее престижного в Лондоне. Когда Дуччо увидел этот анонс, он очень сильно расстроился, потому что шеф-поваром в общем понимании, шеф-поваром на кухне, он давным-давно не является, он является руководителем, руководителем больших производств. Поэтому сегодня тема выступления Дуччо будет связана с тем, как можно применить опыт огромных компаний, корпораций, даже для самого небольшого бизнеса. Сейчас Дуччо руководит разработкой продукции для крупной сети хлебно-сочных в Москве, и на фабрике, которую он руководит, ежедневно производится порядка 800 наименований продукции. Только подумайте, какой масштаб. Так что Дуччо сейчас расскажет о том, как сложные технологии перенести на даже небольшой бизнес. А я помогу с переводом. Огромный лист результатов, которым вы можете прийти, повторяя грамотную стандартизацию. Во-первых, у вас не должно быть в этом случае 100 приставов, у вас будет, конечно же, благодаря этому довольные гости, потому что вы не забудете заплатить ваши налоги, у вас не будет каких-либо штрафов и так далее. И вот это позволяет вам примерural. Здесь есть из Уливания Суши. Мы имеем фабрику для граб-н-го. Мы имеем 30 шоков, мы имеем 30 граб-н-го. То есть, мы делаем там очень смыслом, мы отправим к тем, кто выбран этот приставки. Серьезные места, мы знаем, что он не выбран. Мы отправим, что это очень смысл. В следующем месте, я открываю тогда новый ресторан, и у меня уже был план, поэтому я уже заработался. И вот два примера стандартов, да, инструментов стандартизации, которые я использую в работе. У меня 30 ресторанов, в подчинении 30 кухоней. У нас очень большой процент продажи на вынос, открытые витрины, как называемый Grab & Go. На первой картинке вы видите планограмму, которая объясняет ресторану, как должна выглядеть витрина Grab & Go. На следующей неделе запускается новый ассортимент, и сегодня уже в ресторанах эта планограмма лежит, они уже знают, как должно выглядеть, когда к ним будут продукты, они разложат их в соответствии с планограммой. Мне не нужно тратить свое время, объезжать в рестораны и самостоятельно заниматься проверкой. Я просто прошу, если у меня фотографию сравниваю ее с планограммой, если что-то не так, то, соответственно, они могут меня изменить. Ну, вот планограмма lunch. Это планограмма для китчин? Это планограмма? Это планограмма для распространения блюд на мармитах, в тех точках, где есть продажи в стиле столовой. Тоже стандартизировано. Провара мне нужно каждый раз попробовать, где поставить эти мармиты, за них уже все продумано в соответствии с активностью. На этом слайде мы видим стандарт по напитку для спресса. Здесь полностью разложены все абсолютно характеристики этого продукта. Здесь есть ответы на все вопросы, которые нужны людям в ресторане. И, видя вот эту форму в ресторане или видя ее в нашей коммуникации с коллегами, я могу сразу понять, где можно ее улучшить, чего не хватает. Сейчас я вижу два свободных поля, и, скорее всего, я отправлю эту форму обратно своему технологу и скажу, что ее необходимо доработать. Когда мы находимся в этом автобусе, который движется по том или ином направлении, очень важно понимать в том ли направлении, на самом деле, мы движемся. Поэтому необходимо делать периодический бизнес-ревью, как мы называем, периодический оценку результатов. Что необходимо анализировать? Но я скажу, все необходимо анализировать. So you want to analyze your P&M, your costs, your labor costs, your food costs, all the financial. Also you want to go under, so you want to check the other costs. You know, your China, your chemicals, your printing. And then you want to review your marketing. And then your contracts. И, ну, в первую очередь, конечно, необходимо проводить периодический анализ отчета о привлеку выпуска, стоимости блюд фонда оплаты труда, соотношения продаж различных категорий. Но важно заглянуть еще и глубже и посмотреть на расходы непосредственно по всем статьям и по тому, что мы называем ноутфуд, а это упаковка, посуда, средства, любовь, водовая, химия. И тогда тоже все необходимо рассматривать в компе. Необходимо регулярно, на регулярной основе реалии, анализировать маркетинг и результаты по всем маркетинговым действиям. И необходимо регулярно анализировать контракты с поставщиками, насколько они соответствуют, насколько они актуальны, насколько они соответствуют в рынке, насколько они выгодны для вас. Это очень важно, you know, I have a funny story. When I started working in cappuccino about other costs, because people, it's a focus on a main cost, you don't look at it. So, I'm in cappuccino, I'm salooned at the P&Ls, the first rents. I see this restaurant has a tremendous drinking cost, which doesn't make absolutely no sense. So, I'm looking to year to date, I'm looking, and it just keeps going and going. So, finally, I go to the restaurant, I need to understand why. This cost is so bad. Pretty. So, I go, finally, I go to this club, and I kid, you know, there is a wall, this big, full of cartridges and paper. So, I call the manager, I say, hey, what's going on? And she says, yeah, well, we have a standing order, so they're coming every month. So, she never thought about thinking and to cancel, looking at it. So, that's why important you have to look at the other cost. You know, how much you spend for chemicals. You know, it's important. And your manager, most of the time, they only look at food cost and labor cost, but they never go below to the other cost. And if you have something like Harrods that makes 28 million pounds a year, you know, your China is a 2 million pound budget. So, it's important. It's a big number. If you can't even use 10% of that, it's a lot of money. And why it's important to look at food cost and labor cost, it's important to look at all the numbers. Because we all, your manager, are all very focused on the market, to optimize the cost of products, to optimize the price of 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 the price. We often don't pay attention to other costs, which in the restaurant also exist. I'll give you a example. I worked in a network of restaurants Cuccinco. And I worked at one of the restaurants where there were a lot of price of the price of the price. And so we all have to understand. But when I went to a restaurant and went to an dollar, I saw a whole wall wall, the box with a carkeeper and紙 and lentils. I asked the manager, because it was so much like this, and the manager answered me, that the invoice is automatically implemented, and it's even wenn you came to mind, what it needed to be. Таким образом, это действительно может привести к существенной экономии, если вы будете следить за всеми этими расходами. Если говорить о Харатс, где 28 миллионов фунтов в год общая выручка по еде около 2 миллионов фунтов в год, около 2 миллионов фунтов, это бюджет на посуду. Представляете себе, даже с экономией в 10% от этого бюджета какие-то огромные деньги. Как часто необходимо делать? Если у вас есть в месяц, в неделю я контролю 640 SKU продуктов. Для меня это не так. Всего неделю мы выбираем категории и субкатегории, и мы делаем full review. Но в месяц вы будете следить за пенел в месяц. И иногда в неделю вы не должны следить за пенел в месяц. Вы можете контролировать в неделю. Как часто необходимо контролировать все эти вещи? У меня в предназначенном как минимум 650 позиций в ассортименте ежедневный. Естественно, регулярно, даже раз в неделю контролировать ситуацию по всему ассортименту практически невозможно. Поэтому раз в неделю мы берем категорию и несколько субкатегорий и детально их анализируем. На другой встрече через неделю мы детально анализируем что-то другое. Но многие вещи можно контролировать ежедневно. В том числе ту же самую водовую химию и другие непродуктовые расходы. Но если у вас есть возможность делить свой бизнес, делать достаточно полноценный анализ раз в неделю и раз в месяц, то обязательно делайте это. После того, как вы будете проверять, Вы будете проверять ваши лайки, Вы хотите проверять в день, с днем. В этом сообщении, я люблю делать 10 недель, потому что это показывает мне показания. Иногда мы compare month-to-month, но может быть, что в месяц был очень холодно и тогда это не очень холодно, так что вы не рассчитывали их в порядке. Поэтому если вы хотите проверить, особенно если вы проверили, если вы проверили 10 недель, то 10 недель есть очень хороший вывод, также очень важно не просто сравнивать то что происходит сейчас но сравнивать это месяц к месяцу, неделя к неделе, сравнивать предыдущей неделе, с предшествующей ей, сравнивать сопоставимые продажи, если мы говорим о сетевом бизнесе но помимо этого, мне очень нравится способ анализа по 10 неделям потому что когда вы смотрите все результаты не за конкретный месяц или конкретную неделю а за последние 10 недель или какие-либо другие 10 недель, вы действительно видите тренд очень часто сравнивая с предыдущим месяцем, мы можем быть не объективны потому что предыдущий месяц мог быть слишком теплым или слишком холодным здесь есть фактор случайности, а когда мы анализируем любые изменения в рамках 10 недель мы видим тренд и мы можем объективно оценивать ситуацию ear moc двигателя много 好 вы не Concord не確кайте с продажа, вы также OSU качество едущей достанцев вы нужны предыдущий, потому что полезные почты есть такаял várias возможности что в прошлом году поэтому вы друг из себя продажете сколько chính PIH Google 하게 вы вообще и сравнивая выручку с предыдущим периодом, видим, что выручка растет. И, в общем-то, на этом успокаиваемся. Но есть возможность того, что выручка выросла из-за того, что в предыдущем периоде вы подняли цены. И поэтому обязательно всегда рекомендую отслеживать и количество гостей, и количество чеков, и количество единиц проданного товара, потому что это даст вам возможность понимать, на самом деле, находитесь ли вы в хорошей, положительной динамике. Потому что за ростом выручки после поднятия цены всегда следует снижение количества гостей. Ну, это очень просто. Вы можете сделать изменения более быстрее. Вы можете сделать изменения более эффективно. Вы можете сделать изменения более эффективно. На Клэмна Суши мы не принт очень экспансовый меню, вы знаете, что все с тем, что они выглядят очень простые, потому что мы принтем через 3-4 месяца. Мы не позволим ни СКУ чтобы получить определенный номер. Мы имеем номер, который, если вы учитываете цену, то мы увеличиваем цену, то мы увеличиваем цену, или мы улучшим пищу. И в чем это приводит? Это приводит к тому, что вы становитесь значительно более… Там становится проще и быстрее принимать решения, вы становитесь более эффективным на уровне меню, ваш маркетинг становится более продуманным, потому что вы точно знаете, что работает и не работает. В Клэмна Суши мы никогда не печатаем дорогостоящих меню, меню с фотографиями, потому что мы знаем, что для нас очень важно иметь возможность каждые 3 недели перепечатать это меню. или даже может быть чаще, если вдруг какой-то продукт выпадает из его стоимости, если его стоимость слишком высока, мы либо повышаем его цену, если это возможно, либо мы просто выводим его из меню. Эта гибкость позволяет нам активно двигаться дальше. И я хочу помнить, что в ресторанах все это касается человеческого контакта. Так что это очень важно, в вашем сердце. Следующий важный вопрос, на который вы должны найти себе ответ, это кто те самые люди, которые с вами в этом автобусе едут? Хотите ли вы, чтобы с вами ехали «Симпсоны» или чтобы с вами ехали «Супергерои»? И для того, чтобы найти этих героев, необходимо иметь достаточно продуманный план развития этой команды. Итак, сейчас я просто забыл. Что происходит в этом kyselке? Что происходит если твой работник будет в Doneю? Что происходит в мысль у вас? Это такое, что у нас�� у нас на утрен в мире? И, как у нас, у нас т?д. И у нас т?д., вы были утрен90ё haben. Но, если т?д. Вы не делаете, но, это может случаться. Что происходит если т?д? Если твой суперсер утрен? Что происходит на этом? Что происходит если… И то, что с утренатами утрен – мы получаемся спорми и заставка за выводим, мы хотим, чтобы проведиться на т?д. До этого. У нас есть возможности для этого. Для чего это важно? Для чего важно иметь очень четкий, продуманный план развития команды? Потому что вы должны быть готовы абсолютно ко всему. Что, если ваш управляющий, ваш повар завтра куда-то пропадут, если они уйдут? У нас была ситуация, когда наш управляющий одного из ресторанов умер внезапно. Конечно, никто не мог этого догадать, но у вас должен быть ответ в голове уже сформулирован абсолютно на все. У нас была другая ситуация, когда внезапно нам предложили очень интересный поп-ап, такой временный ресторан организовать внутри Харатса. И у нас должен был быть конкретный ответ, кто будет работать в этом ресторане, если у нас эти люди. Итак, первое, что вы хотите сделать – вы хотите рейтить свои вещи. Как вы рейтите свои деньги, вы понимаете? Стар-доги, это же самое вы хотите сделать для своих работников. И это основной высокие потенциальные, с 10% ваших работников, что у вас есть работники, которые рейтят, и если вы имплата их немного, они становятся вашим новым директором, вашим сушевым. Так что эти высокие потенциальные, которые вы действительно хотите обучать их. Для того, чтобы создать планы развития команды, необходимо вверху очень задуматься о том, что каждого человека внутри команды необходимо отнести в определенную категорию. Есть 10% людей в вашей команде с высоким потенциалом. Это ваши будущие управляющие, это ваши будущие шеф-повара. Вам необходимо поставить галочку рядом с этими номинами. И потом, у вас есть игроки. И у вас есть игроки. И игроки. И у вас есть около 80% ваших работников. У вас есть ребята, которые приходят каждый день, они работают, они работают, они не беспокоятся, они никогда не называют в больнице. Но, либо они не имеют, что они нужны, чтобы стать менеджером, или они просто не хотят. Они счастливы, чтобы работать 8-4 и вернуться к их семье. И ничего не так, но они хорошие работники. И потом, следующая категория, которая наверняка у вас есть, это игроки. Это люди, которые просто приходят на работу, они приходят вовремя, они, в общем-то, у них нет никаких особых амбиций, они приходят и уходят, они кормят свои семьи, и, в общем-то, у них нет желания, и нет внутреннего играя для того, чтобы расти. Но пусть они у вас будут помечены в категории игроки. И then you have the B-pen, which stands for bottom pen. Again, 10%. Если вы у вас 20 employees, вы только один из двух парней, но они будут в двух парней. Они будут в двух парней. Они будут в первую очередь, что я называю, что это риск для бизнеса. Он должен идти. И потом, если вы у вас, что-то есть, что-то еще не было. Он должен быть только здесь 2-week, и он должен быть еще один. Или, что-то, мне, тоже, он не нравится суши. Он не нравится с другими парней. А также есть еще одна категория. Как правило, на моей практике это тоже было около 10%. Это люди, которые являются слабыми в вашем коллективе. Но они разбиваются на 2 типа людей. Первая – это те, кто постоянно заболевает, не приходит на работу, сильно опаздывает. И таких людей просто нужно увольнять. А вторая категория этих слабых членов команды – это чаще всего либо новички, которые просто еще не успели освоиться, либо, и это случалось на моей практике, мы решали эти вопросы, это люди, которые, в общем, просто чувствуют себя немножко не в своей тарелке, у них есть какие-то не совсем комфортные отношения в коллективе, но при этом они могут быть совершенно нормальными работниками. И у нас было несколько случаев, когда мы переводили таких людей в другие рестораны, в другие подразделения, и они становились хорошими, абсолютно полноценными игроками, тогда, когда обстановка на них не давилась. То есть, вы что хотите, вы должны diamomerать свои� Yup. И когда ваша 1990 года не всегдаams понимаете, И вам обязательно нужно разговаривать с сотрудниками, потому что ни один сотрудник не узнает, что он хорошо или плохо выполняет свои обязанности, если с ним об этом не поговорят. Не надо давать людям возможность читать ваши мысли. Обязательно найдите время, чтобы с каждым сотрудником вы или руководитель подразделения в определенное время проговорил, то дал какую-то обратную связь по его работе. Следующее, что мне очень нравится в этом плане, это план карьерного роста. Я это называю список. Есть план карьерного роста и увольнение для каждого сотрудника. Я делаю для себя пометки, то кем я хочу видеть этого сотрудника через 3-5 лет. Либо если этот человек, возможно, будет когда-то уволен, если он немножко не подходит, то нам точно нужно знать примерно, когда мы предполагаем уволить этого человека. Это тренинг. Как мы все здесь сегодня, чтобы получить лучше, то есть, например, у вас нужно давать им тренинг. Это не должно быть дорого. Просто используйте вашу кофей, используйте ваши кутиры, используйте свои ресурсы, которые у вас есть. Не нужно отправить их в 3-3 недели для тренинг. Удите свои ресурсы, которые у вас есть. Ну и последнее, что очень важно в развитии профессионала, это, конечно, обучение, регулярное обучение. Мы здесь все с вами собрались для того, чтобы научиться чем-то новому. И сотрудникам ваших заведений это также очень важно. Совершенно не обязательно отправляйте их на благословище обучение или нанимайте тренеров. Пожалуйста, пользуйтесь ресурсами ваших поставщиков, ваших поставщиков в кофе, например, или ваших поставщиков в мясо, чтобы они приходили и давали эти тренинги вашим сотрудникам. Также, what we used to do as One and Dolphin, you know, now as One and Dolphin has over 20 ресurans, there's a lot of specialty chefs, I was one of the specialty chefs. So what we used to do was the executive chef come up, it's a really nice idea, you know, twice a year, we need to teach a class to the other chefs. So use the internal resources. So, you know, I used to teach a class, maybe in Italian food, and you have the sushi, third class on tofu, then you have the American guy do a class on southern food. So use the resources within your company, there's a good chance you lead bartender, who will love to teach a wine on booze. И еще интересная практика, которая была у нас в Слонно и Dolphin в Орландо, в нашей структуре было более 20-ти ресторанов, это значит, что было более 20-ти шеф-поваров. И руководитель конвейер-департаментов придумал вот эту систему внутреннего обучения, когда шеф-повара одних ресторанов периодически обучали шеф-поваров других наших ресторанов. Я мог обучать шеф-поваров каким-то нюансом итальянской кухни, был кто-то, кто мог обучить мексиканской кухни. Ну и, конечно, не забывайте о том, что, возможно, ваш партендер будет даже очень счастлив обучить вашу команду, ваших официалов и поваров каким-то интересным вещам, связанным с вином и алкогольными напитками. Now, how often do you want to do it? Well, if you're an employee, quarterly is nice. You know, we get a feedback list that you quarter to somebody. Now, if you're a new employee, every month. Now, something very important we realized in the Heralds, our employees were leaving within the first six months, if they were staying, they would stay for three years. So, what we wanted to do, we really spent time in the first three months to give them feedback, to give them support. We gave them a mentor. Because to spend some resources for 3 months and have the employees for 3 years, you know, it's a good return of investment. I think that our employees will be part of the first six months, or the ones who stay and work for 3 months. For the first category, we can understand that we need to know that we need to know that in the first three months, we need to know that it's only 3 meetings for the first half of the year, which will save you for 3 months. So the result is that you're going to have happy customers, because you're going to have happy employees. So employees that stay longer, is an employee that will work and perform better. So you've got an extremely reason why you really want to take care of your employees, and you want to really give feedback to your employees. And from my financial point of view, which is very important, you're going to reduce on your hiring costs and your recruitment costs, which they're quite expensive nowadays. Now here what I posted, this is a 30-60 day plan. And now I use these with every single manager that works with me. It's breaking down in 30-60-90 days goals. This is a working document. So it gets updated every time they sit down with me. And it's clearly, I just tell what I want them to do. So here's the KPI. These are exactly their tasks that they have to achieve. That's how I can monitor their performance. You know, it takes a second to do it. It's very simple. It's a simple document. И очень, ну, очень такой неизложный в использовании документ, который используется с любым сотрудником. Это план 3690 дней, в котором в этой колонке написано очень конкретно, API, но простым языком, задача, что мне необходимо от этого сотрудника. В этот план мы вносим то, что мы хотим достичь, результаты по итогам каждого периода. Ну, и если необходимо какие-то изменения во время встречи, мы уже обсуждаем, носим изменения на последующий период. I'm really, I'm really strong, you know, to put this toward your manager. All your manager will be in a plan like this. Все менеджеры должны быть у вас в таком плане, да, в периодическом двигающемся плане. И каждый раз они должны знать свои задачи на ближайшие 30, 60 и 90 дней, и этот план может периодически обновляться. И последнее, что очень важно применять для больших компаний, это финансовое образование. Почему это важно? If you don't know, if nobody knows where we are going, based on where we have budgets, you need to understand where we are going and how to react to the numbers. It's extremely important that everybody's involved on a number. I have plenty of examples where people doesn't know the numbers, so they don't achieve the targets. You know, I worked in Harrods, when I came in Harrods, the first time, right? All the financial decisions were decided by the FMP, the executive chef. Nobody knew the number. I had chefs managing three or four restaurants. They didn't know the PNL. They didn't even understand the numbers. The restaurant and chefs, they had no idea, what food cost was, what was the labor cost. There is no way you can achieve a target, if people doesn't know the numbers. Why is it important? Of course, we have a lot of examples that we can achieve any goals, if our employees don't know the numbers and don't know the numbers. We have a lot of examples, when I came to Harrods, I started working on the process. So now, what do you want to teach, you know, somebody, everybody should have some basic knowledge. So, if you are a director, if you are somebody who makes a decision, you have to fully understand the PNL. You've got to know the PNL, you've got to know how to influence the number. If you are a chef or your chief leader, he needs to understand the labor cost, food cost, and how to make a little bit of adjustment to it. You know, your server needs to know what's the target of the day or the target of the month. How many of you shares, you know, today we need the target's 2,000 pounds, we got to make 2,000 pounds, go and sell it. If they don't know, how they're going to push, how they're going to do the other stuff. You know, your cooks need to understand food costs, and they need to understand whistage. The classical is the salary, where you have a cook that takes the last and seen from the salary per month to trade the garbage. That's when you put on the money, you get to teach them. So, at the end of the journey, you know, if you apply those tools, what's going to happen? You're going to have better sales, you're going to have reduction in cost. So, you're going to have more money, you're going to have a better revenue. That's what it goes through to. So, that's why the big groups are really good there, they're effective at making money. And that's what's all about. Thank you. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, наверняка есть вопросы. Да. Я хотел бы... Есть? Ага, все, отлично. Хотел сказать всем тем, кто фотографирует и записывает видео, это все чудесно. Вы правильно делаете. После листа практик мы отправим все презентации каждому из вас по e-mail. И выложим, естественно, видео всех докладов обязательно на нашем фан-пейдж, в фейсбуке и в ютюбе. Так что просто знайте об этом. Спасибо. 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 Думаете о хорошем? Вопрос. Здравствуйте. Я надеюсь, она бросила немножко на вентилятор. Так. Я надеюсь, что Ира переведет сейчас максимально точно. Начинаю пить. Думаешь, я люблю ерунBS. Не careful. Л tolerate мясу. Какие нормалы? Не занималось внимkung. ешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешешу и обслужив gossip. Но, скажем так, если я нахожусь в пустыне, да, я нахожусь там, где я совершенно не знаю... Это дал вопрос выбора. Да. Если я не знаю ничего, я совершенно в каком-то непонятном для меня окружении, и там есть Макдональдс, то не то, что я выберу Макдональдс, но я знаю, что в Макдональдсе есть определенный стандарт уровня, по крайней мере, это достаточно безопасный сэндвич, он может быть нехороший, но он безопасный. Я знаю, какой он будет. Я выберу маленький ресторан, потому что мне нравится пробовать что-то новое, но вопрос не в этом. Вопрос в том, как много на свете маленьких ресторанов, которые не зарабатывают деньги. И ответ на этот вопрос как раз содержится в моем выступлении, то, как заработать эти деньги. Можно я закончу тогда? Ну, отличный вопрос, сравнивает маленький ресторанчик с Макдональдсом. Ну и тогда последний вопрос, согласны ли вы с тем, что стандартизация иногда убивает еду? Иногда. Потому что, в принципе, максимально большие сети, я говорю о Макдональдсе, о Старбаксе, на самом деле это не еда в какой-то степени, если мы говорим о маленьких ресторанах. Хотя все, что сказано для большого бизнеса, согласен, это так. Обычно так думают рестораторы, которые хотели бы сэкономить бюджет на стандартизацию. Я не думаю, что стандартизация убивает качество. Потому что я могу сказать, что на ФМБ, что на ФМБ делает, это очень хорошо. Но что убивает, что не стандартизация, это плохое тренирование. Я считаю, что стандартизация ни в коем случае не убивает еду и не убивает качество, она наоборот позволяет это качество поддерживать то, что на самом деле убивает качество еды и вкус. Это плохое обучение. � Если рецепт хороший, кем по стандарту рецепт хороший, то блюдо всегда должно получаться хорошим. Оно может получиться не очень хорошим только в том случае, если его неправильно реализовали. И это вопрос об обучении. Ваши вопросы? Конечно же. Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо за интересное воспитание. У меня вопрос какой. Имея большой опыт работы в международных компаниях, возможно ли варианты сохранения домашней еды маленького ресторана в тиражировании большой сетевой компании? Знаете ли вы такие примеры? Чтобы сервис душевный оставался, такой же, как в маленьких заведениях. В Одессе, как бывает, часто. Это сложно. Проблем, в основном, в компании существует, потому что они хотят, что они могут быть в целом доступе, которые могут быть в целом доступе. В целом, в маленьких ресторанах есть, что вы должны идти в целом доступе, чтобы получить сервис. Они имеют в отличие от других ресторанов, которые делают. Но нет, это очень тяжело для большей части, для любого части, чтобы производить маленький шарм из маленького ресторана, потому что энергия не есть. Это люди, которые делают рестораны. Поэтому в маленьком ресторане, большинство времени, есть очень хорошая синергию между хозяев и работой, которое очень тяжело рефлексировать. На самом деле, в сети практически никогда не бывает реально полностью воссоздать атмосферу отдельно стоящего такого семейного ресторана. Потому что синергия между хозяином и сотрудниками, которые происходят в масштабе одного ресторана, она практически не тиражируется. Поэтому, конечно, это действительно сложно. Но для сетей и отдельных ресторанов у них совершенно разные задачи. У сети стоит задача тиражирования одного и того же качества вкуса еды, которые можно будет получить на любой территории. А в ресторане, когда вы идете в ресторан не сетевой, вы получаете, скорее, атмосферу. Именно за этим туда идете. Поэтому несколько разный фокус. Добрый день. Меня зовут Слава. Я из-за IT-телеком бизнеса и вот одной ногой уже в ресторан. У меня четыре маленьких вопроса. Для меня Хэррнс – это вообще суть универмагов. Один. Ну, один и много других на самом-то деле. И в Лондоне, и в Нью-Йорке, насколько я помню. Какое место вы занимали в Хэррнс? И кто вы сейчас? Я до конца не понимаю. Какой ваш позитив в Хэррнс в Хэррнс? И что его позитиваться? В Хэррнс я был исполнителем и шеф-поваром. Я был ответственен за 28 кухонь за их создание и за ежедневную поддержку. деятельности на этих комнатах. В моем подчинении было 340 сотрудников, за исключением для меня. И это очень большой FNP-департамент внутри Мирмана. Я также был руководителем для магазина, для автослужа, и так далее. Так что все, что нужно делать с продуктом для хозяйства. Магазин? Магазин, это журнал. Да, я также была ответственна за футбол, это большой магазин еды, который тоже входит в состав Vardos, и за питание на авиакомпаниях, которые также принадлежали, авиабортов, которые принадлежали в Мирмана. И сейчас я FNP-директор компании «Наш Хлеб». Сейчас я FNP-директор компании «Наш Хлеб». Но расскажу, что это такое еще раз. Вообще-то, это большая сеть в Москве и Санкт-Петербурге, более 30 точек и фабрика, на которой ежедневно производится не менее 650 единиц ассортиментов. Следующий вопрос по поводу клиентов. Вы поняли, что нужно знать клиента, понимать, кто он, сигнетировать и т.д. и т.п. А в реале, в жизни мало кто это знает, я думаю, даже из присутствующих. И каким образом вы это делаете, если вы используете какой-то софт, то какой-то? Спасибо за внимание. Мы используем мы такие João Т2, на маркетинге с группой, мы хорошем, то есть как с них много рабочих людей, здесь есть много сотрудников, и как выучит их, так как вы получаете много информации, мы имеем в течение питания, там мы только что-то дenterозим, чтобы неоднократно читать информацию с кружд amigos. В Аронове мы уже используем информацию по поводу, чтобы выключить информацию, что у нас очень хорошая информация, можно было настроение к telesторонам, и мы используем подачи небольшие, с их информацией, вы иногда очень легко знать все о васушка. В составе компании, в которой сейчас работаю, есть отдел маркетинга, который непосредственно собирает всю эту информацию и предоставляет нам уже в таком виде для исследования. Для этого не используется сегодняшнее какое-то глобальное, не используется какое-то программное обеспечение, но та часть, которая владеет картами лояльности или входит в программу лояльности, естественно, исследуется более тщательно. Лояльти карт — это лучший способ, чтобы получить информацию от вашей компании. Могу с удовольствием с вами поделиться, где-то на два дня. Тренинг на два дня можно организовать. Давайте последний тогда. Вы упоминали много о управлении командой, шефами, официантами и так далее и тому подобное. Вы используете какую-то конкретную методологию или вот как-то там, ну, по наличию, на карьере, взяли? Да. Я веду тебя в программное овеси. В общем, я делаю работу. Я делаю работу на тщательно, что ли, кастрюлю их, picturesя по стукам, проскочить, Я делаю по-с försöке это сделано с другими…. Стои-стои-стои, остальные кто-то, остальные кто-то, остальные кто-то. Я поставлю, что я называю «хошоу». Вы хотите осуществить, что ваши сотрудники внутри ваших шоу, и есть только один путь. Это я хочу, чтобы их действовать. Я управлю своей командой именно по той схеме, которую я вам рассказываю. Это план 30, 60, 90. У каждого сотрудника внутри моей команды есть абсолютно четкий план того, что я хочу. Как вы говорите, Наташа и все большие в России в Кауму. Это очень легко. Если вы посмотрите на Макдональд, на старбокс, даже если вы посмотрите на Макдональдс и Наташа, они все будут в одном месте. Они все будут в одном месте. Что же есть общая между отдельно взятым предпринимателем, назовем ее Светланой или Натальей, и Макдональдсом и любой крупнейшей корпорацией? Общее у них то, что те и другие всегда начинали с одного сотрудника. Это просто одно захватение. Now, what the big wrestlers have done, they have maximized, they have standardized their processes, and they went through these journeys, which we're going to go through, and it's about having five key tools that really helps you to become more efficient. Efficient is the key in this industry. Так что же сделали все крупные корпорации для того, чтобы вырасти и стать тем, кем они являются на сегодняшний день? Они действительно прошли вот эти пять самых главных этапов, внедрили пять функций, которые позволяют любой компании быть эффективной и быть оптимальной. Эти пять этапов – это анализ бизнеса, это стандартизация бизнеса, регулярный обзор результатов, развитие команды, развитие персонала и финансовое обучение в компании. И когда мы говорим о любом бизнесе, любой бизнес – это автобус, который движется определенным путем, через определенные этапы к успеху. Если вы идете на страницу, первое – что вы хотите сделать – вы должны быть уверены, что если вы идете на ресурсы, вы должны быть уверены, что вы можете сделать это. Так что вы хотите сделать холд-шек за бизнес. И когда вы задумаетесь о развитии, о расширении вашего бизнеса, о том, чтобы двигаться дальше, первое, что вам необходимо сделать, это понять, насколько ваш бизнес действительно способен развиваться. Поэтому в этот момент вам необходимо сделать проверку здоровья вашего бизнеса и делать какое-то своеобразное обзор. Что вы хотите знать, что вы хотите узнать? Ничего о ваших клиентах, о ваших работах, о ваших компетитовах, о каких сетях вы входит? И вы хотите сравнить это в вашем бизнесе, вы хотите сравнить это с вашими идеями. И для того, чтобы сделать такой вот обзор, такую аналитику, необходимо понять несколько важных вещей. Что ваши гости, можно обратно ставить, пожалуйста? Обратно ставить, можно так поработать здесь? Что ваши гости, очень хорошо понимать ваших сотрудников, ваших работников, чтобы эффективно ими управлять. Всегда нужно быть в курсе того, что происходит у конкурентов. Необходимо очень четко понимать свой сегмент, сегмент рынка, в котором вы находитесь. И в рамках такого регулярного аудита необходимо сравнивать ваши текущие результаты с изначальным бизнес-планом и изначальным видением вашего развития. So, what do you know about your guests? You will know everything. You will know about the gender, you know, how comes the company, what's their income. In Harrods, we did this analysis. It was very important because we realized that most of our guests were Middle Eastern, which, if you are Middle Eastern, it means halal food. И когда вы занимаетесь исследованием вашей аудитории, конечно, надо понимать, естественно, другую возраст, и надо понимать, откуда они приехали. В Harrods понимая, что большую часть нашей аудитории приезжали из Урожневого Востока, естественно, мы стали перед тем, что необходимы халяльные работы. Мы также realized there was a new market. There was the Chinese market. Now, when you work with Chinese, there are two things that are very important. First of all, they like Chinese food, so you have to have Chinese offerings when we open a restaurant. But the second one, which is even more important, is their life housing program. So, we really started working on resourcing these products. You know, our pizzeria, which was the most important restaurant in Harrods, makes 3 over 3 million pounds a month. We realized that we needed to have dairy-free mozzarella. We would not have the guests. And also, we started drinking many Chinese. And also, at some point, we realized that a new segment of the audience, which is just starting to appear, but he is very strong, and he has a huge perspective, and, in fact, they have a lot of respect to Russia and Ukraine in a certain way, that is the Chinese food. And the Chinese food is two major and important things, which we needed to take into account in our business. First of all, the Chinese food love to eat their food, and they love to eat their food. And so, for this reason, we needed to build a restaurant in Harrods. And, secondly, the Chinese food, in general, they don't use lactose. And so, we needed to use lactose in an orientated restaurant in Harrods. We also needed to change the menu in our pizzeria Harrods, which was one of the most difficult drivers of the economy of the department. and we needed to build a few pizzeria, without lactose in the restaurant, and without siren, which was important for the consumer. Your employees, you want to find out everything about who works for you. It's easy for you to recruit. If it's not, why? How long do they stay for you, your employees? So, that's all very important. Again, as one and all, we realized we were struggling to find the employees because everybody was going to Disney. So, what we realized is that business was paying a little bit more. So, with this review, we realized, we raised 50 cents per an hour, and suddenly, your pool of employees, who you can come work for you, it grows. So, really, once in a while, you have to stop and look at your employees, not how you treat them. Very important. Very important. Very important to understand all of your employees, how long they stay with you, how long they stay with you, how long they work, and why they stay with you. It's very important to know. One day, we had a case in Dolphin, in Orlando, where we concurred with Disneyland, and a lot of our employees were able to go to Disneyland. And then you want to find out everything about your competitors. You know, what times they open, what's the menu, what's the promotion. You know, sometimes, by just looking at them, you can learn something that you didn't thought about. Maybe they have a piece of information that you haven't thought about, that you don't know. So, spend some time and research your competitors. You can get some very valuable information out of it. And, of course, you need to learn to learn your competitors. And, of course, every nuance is important. How do they open, how do they open, how do they communicate with their customers, what's the menu. And, of course, most of your competitors have some knowledge in the nuances, of the nuances that you can't find. So, it's important to pay attention to what they do. And, of course, that's pretty much what we talk about. Now, when you do this analysis, it's very important that you open mind and you're honest with yourself. You know, you're trying to do these to improve your business. So, don't try to be defensive, you know, invent excuses to yourself. Try to really get this information, because it's an information that really helps to grow your business. And, of course, when you're doing this analysis, the most important thing is that you're absolutely honest and open to yourself. And, of course, you're open to any information that you don't want to hear. Because, of course, often, we're trying to protect ourselves, to create some answers about why we're doing this. And, of course, how often do you want to do it? Well, before it may be changing, when changes the seasons, if you open a new restaurant, or when you have time. You know, it takes time to do a business analysis, but it takes time. So, you know, takes two hours, on a weekend, you know, take a look at your numbers, take a look at your business. And the reason you're doing this, is really, to know, your business is healthy. You know, your average check is good, you have the customer that you want, and you have no problem with employees. Yes, you've got a healthy business, you can go on this road trip, and you're perfect. You know, maybe, it's really good numbers. You can grow the business. You can open franchises. And, you're perfect. You can open franchises. And, your business, it allows you to understand how you're ready to develop, and to understand the point of your growth, and to understand how you plan your strategy, and how you plan your strategy. Or maybe your number wasn't good enough, you know. You're meeting all the targets, but you're weakening. You're weakening just on work. You need a little bit to focus. Maybe you need to do a little bit more marketing. You know, maybe you have the customer, but they can spend their other money. So, you know, you're just okay. and you still need to work a little bit on your business. or maybe, you know, you're just too impaired. You're not meeting any of your business. or you're targeted. You know, you're struggling day in, day out. You don't have found the right employees. You're gonna have customers. And just close it. You know, we, we closed the restaurant. You know, it wasn't worth at the time. You know, the egg that wasn't good enough. We tried it. It didn't work out. Let's move forward. Just close it. You know, it's been a great day. It's been a good day. we have a lot of people as well, You can see we're not able to achieve We have a lot of people. And in this case, we have a lot of people. And in this case, it's impossible to just the end of this restaurant И, производя анализ регулярно, мы приходим к этому выводу, и в этом тоже ничего нет страшного. В Клепно-Сучном, в этом иногда закрыли два ресторана, потому что они не позволяли нам развиваться эффективно дальше. И после того, как мы проверили анализ и понимаем, в каком направлении мы можем развиваться, понимаем, в каком направлении движется этот автобус, нам необходимо убедиться, что те люди, которые движутся этот автобус, знают правила и знают то, как им управлять, поэтому необходимо ввести стандартизацию, ввести процесс проверок, для того, чтобы снизить человеческий фактор. И для чего нужны стандарты? Стандарты, в первую очередь, нужны для того, что мы используем стандарты, стандарты, в первую очередь, нужны для того, что, чтобы быть уверены, что вы можете воспроизводить одно и то же блюдо снова и снова, с использованием небольшого количества часов работы управляющего состава. Потому что часы работы управляющего состава вам нужны совершенно для другого. И, конечно, это важно, когда вы открываете новые рестораны, потому что, имея стандартизацию, вы уверены в том, что нет необходимости каждый процесс заново придумывать новые столы. Важно, что не только процессы стандартизируют, но и коммуникацию, которая происходит между вами и вашими поставщиками, между вашим отделом закупок и поставщиками, это тоже должно быть все синдартизировано и подобное, подобное, подобное. Я прошу своих сотрудников, чтобы своими подчиненными они управляли в свою очередь точно так же с помощью этого плана. Он позволяет мне ставить каждому из сотрудников очень четкие задачи, которые мне нужно достичь с его помощью, и контролировать выполнение этих задач. В нашей системе это называется, во многих странах, это называется режим подхобы. Это некая система, в которой есть один четкое направление движения, только вверх, только в том направлении, в котором я хочу, чтобы этот человек развивался. Спасибо большое. Я думаю, что дополнительные вопросы можно будет задать в перерыве.